10 тонн сыра отправили на свалку. В регионе утилизировали очередную партию фальсифицированной молочной продукции. Её задержали сотрудники правоохранительных органов в Ракетянском районе. Все подробности у Елены Коржовской. Этот сыр так и не попал на прилавки белгородцев. 10 тонн продукции задержали в Ракетянском районе, недалеко от границы. Товар везли без каких-либо документов. По информации жены упаковки, производитель находится в Курской области. Представитель компании специально приехал в наш регион. Оказалось, подобный сыр они действительно выпускают, но к данной продукции не имеют никакого отношения. Такую именно этикетку, видимо, даже не заказывали. Потому что другая форма бруса, другая форма сыра. Мы сталкивались со случаем подделки очень много. Потому что на самом деле сыр, который производится под маркой Король Артур, дороже где-то процентов на 30, чем обыкновенный сыр. Специалисты не исключают, что сыр могли ввезти из Украины. В этом году на территорию региона незаконным образом поступило уже более 80 тонн животноводческой продукции, 25 из которых молочная. В основном это сыр, который был утилизирован. Такая судьба ждет и очередную задержанную партию. Владелец продукции не установлен, документы отсутствуют. Этикетка наклеена непроизводителем, то есть он полностью фальсифицирован. Несмотря на то, что он будет уничтожаться, а нами все равно будет произведен отбор проб для проведения исследований, чтобы мониторить ситуацию и знать, что поступает на территорию нашей страны. Как отмечают эксперты, в 90% случаев продукция, которая ввозится на территорию региона незаконно, не соответствует стандартам качества. Елена Кожевская, Владислав Плужник, Новости Мира Белогория.